Охота на дрова в Крыму идет полным ходом. Окупационные власти срывают отопительный сезон в населенных пунктах, где еще нет газа и людям приходится топить по старинке деревом и углем. Проблема коснулась 30% крымчан. Это официальная цифра так называемого совмина Крыма. И на этом фоне вдруг появляется заявление оккупантов. Они хотят исключить из Красной книги России сосну крымскую. При этом заявление делается на пресс-конференции по теме отопительного сезона. И звучит оно от назначенного Аксеновым главным по дровам и углю вице-премьера Николая Янаки. Но мотивы указываются совершенно иные. Санитарная рубка. Я и правительство мы работаем над тем, чтобы исключить сосну крымскую из Красной книги России. Не потому, что мы хотим ее вырубать и предоставлять на Новый год, а потому, что нам нужно ввести санитарные рубки, нам нужно ввести проходные рубки. И вы видите, какое огромное количество сосны пропадает сегодня, в том числе и в городе Симферополь. Для того, чтобы ее сегодня снести, эту сосну, мы не имеем права этого сделать, потому, что она в Красной книге. Поэтому уже работа проделана. Я думаю, что на выходе мы исключим ее из Красной книги Российской Федерации, именно для Республики Крым. Прямо заявление о том, что сосна крымская пойдет на дрова, Янаки не сделал. Напомним, сосна крымская даже в Красной книге РФ обозначена со статусом «под угрозой исчезновения». В крымских селах люди озабочены поиском денег на возможные для них средства отопления. Цены бьют по карману. Но вариант с возможной вырубкой крымской сосны на дрова не одобряют. 14 тысяч, 6 кубов с козометром. Возят лес, вот, кушняк. А эти, ну, как там лицо, наоборот, озеленение должно быть. 12,5 машину брали. Газон. Как это сосны пилить? Да соснуху будет пилить она. Что там с ее дров? Во-первых, они же ранние еще, их сколько лет, наверное, лет, сейчас скажу тебе, лет по 20, не больше. А сосна... Вот те сосны, там, тем лет по 50. Вот туда, в ту сторону. Конечно, дорого. Один уголь, что стоит, и дрова так же. Вот, дорого. Вроде бы слышал, да, там дрова, буквально там через два месяца, что ли, что-то будет давать, или еще там, короче, чтобы пойти сразу купить, его нету нигде. Вроде бы так, я слышал. Но оно так и есть. Дрова с дровами проблема, конечно. Лично я, допустим, у меня свой сад. Вот каждый год, допустим, обрезку делаем. Вот что, короче, мы сможем высушить, сохранить, то сохраняем, им топим. Если надо будет, там уже подкупаем. У меня дрова еще остались с прошлого года, я еще не брал в эту воду дров. Это еще дрова у меня есть. Я и с водитом сад попилял, выкорчевал. Вообще, дорого, очень дорого поезд. Если бы я один, то не хватило. Так вот, с бабушкой, бабушка получает пенсию. Я с двой, с двой, две пенсии нам кое-как. Но не за один же месяц, конечно, понимаешь. Я даже не за месяц, а мы собираем, целый год собираем, чтобы осенью потом купить, уголь купить. В дровах для отопления нуждаются 5783 крымских семьи. В оккупационном совмине для решения проблемы выдвинули еще и идею вернуться к нормам СССР. При Советском Союзе было очень хорошее правило, норма. На одно домовладение, на одну печь 1,4 кубических метра дров. Мы сегодня отпускаем по 3,5. Поэтому я хотел бы обратиться к крымчанам и попросить по возможности до Нового года брать по 2 кубических метра дров. После на той же пресс-конференции Янаки предложил вообще ноу-хау. Людям без газового отопления посоветовал отказаться от дров. Как разжигать каменный уголь в печах без них не пояснил. Напомним, 27 октября самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности куратора ситуации Николая Янаки, который еще в августе уверял, что в течение двух месяцев все очередники Крыма будут обеспечены дровами. Продолжение следует...